Итак, внимание, внимание, говорит Германия Сегодня ночью под мостом, поймали Гитлера с хвостом Чай отменяется, кофе тоже, я уже нашел свой, спасибо большое Друзья, как говорит народная мудрость Если можешь не петь, не пой Но, к сожалению, чаша сия меня не миновала Поэтому я вынужден подчиниться дикой природе Которая не дает мне жить Заставляет писать, писать и еще раз писать Хотя есть ли в этой смыслу писание, никто не знает Сегодня благодатный повод, поскольку службой в вооруженных силах Я провел достаточно много времени, 34 года И продолжаю, в общем, я думаю, что поскольку последние две недели я хожу практически в форме Продолжаю заниматься тем же самым занятием Италии И, конечно, смысл праздников от нас скрыт туманом Как говорит наша официальная история Вот правильно ребенок гнул 27 февраля 2018 года ничего хорошего не случилось в истории России Но дело не в этом Что там случилось с 27 февраля 2018 года? Случилось ли что-то? В общем-то, все равно, Дим, я так думаю Главное, что в этот день сконцентрировалось и сфокусировалось Все то хорошее, что есть лично в моей жизни Потому что я считаю, что главная радость нашего Главное достижение нашей Родины прекрасное Это то, что происходит в области вооруженных сил Не пеготня с автоматами, не стрельба во все стороны А когда люди думают, думают, еще раз думают И добиваются нужных результатов в нужное время И это великолепное умение Которое оттачивается в различных военных ущербных заведениях И доводится до совершенства всей остальной военной жизнью На мой взгляд, является определяющим для любого нормального человека Потому что, если ты что-то хочешь в этой жизни Девушку красиво рахмурить Вон они сидят, смотрят в очках Типа суровые такие Или шкаф купить платиной Или украсть у соседа Выборшенное в окно кусок колбасы на веревке То ты это должен сделать быстро Организованно И вовремя И говоря совершенно серьезно Я считаю, что все-таки Самое главное наше с вами Достижение нашей страны И всех, кто говорит на русском языке Это совершенно удивительно Совершенно фантастическое состояние человека Который находится на службе вооруженных сил Вот пришел еще один полковник военно-воздушных сил У нас сегодня здесь представлен генеральный штаб ВВС И части и силы специального назначения Я не знаю, к сожалению, где вы служили Товарищи мужчины, остальные сидящие Мешаты по границе, по-моему, уже, да? Пехота Пехота, ооо Мотострелковые войска Не хочется орать, не хочется А просто посидеть тихо И спеть те песни, которые я давно написал Но и не приходит Ну, нет возможности показать Поскольку уровень аудитории Не позволяет это сделать Мы ощущали это время Налечим своего быка И срок задач стучался в теме И нам с тобой давал пинка Не позволяя запылиться Умение отыскать в ответ И не давая усомниться В конечной цели В торжестве Твой путь ближайший обозначен Как в темной комнате окно Ты должен выполнить задачу Без всяких если и без но Не важно с хохотом или с плачем Шемели или без порток Моя ближайшая задача Вот жизни прожитые дома День защитника Отечества День красивых громких песен Где с неведомою силою Мы красивые и легкие День защитника Отечества Будь ты зятем, будь ты тестем Скажут громко наши девушки Поздравляем мужики И Кандагарские примочки И все приколы введено Камчатские сухие строчки И Тюратамское кино И Прохоровки отгромешные И Сталинградский красный лед Судьбы твоей простые вешки Кто не служил, тот не поймет Ты безо всяких разговоров Коснулся краешком стремян Где Ярослав и где Суворов Где Скобелев и Багромян Где галь разбитого Берлина И свист синайского песка Где не показывают спину Пусть даже смерть стучит в висках Мои тревожные рассветы И в повседневной форме жизни Я буду вечно помнить это И вечно этим дорожить Покуда не засохли волны И наша крутится земля Давай Мишань с тобой по полной За 23 февраля Давай-ка Дим с тобой по полной За 23 февраля Давай, Владимир Владимирович с тобой по полной За 23 февраля Дима, звук кошмарный или ничего? Ничего, да? Хорошо, я помню По-моему, я помню Да нет, друзья, ну знаете Поскольку я собирался сделать этот концерт Не пафосным совершенно Я подумал, что будет правильно Если вторая песня О великих вооруженных силах Будет в русском народном стиле блюз Я никого не достаю Я ничего не боюсь Просто вот так сижу и пою Это там месть и блюз Где-то по кухне гуляет жена Кроткая, словно олайн Ну а вокруг дремлет страна Курки, менты и пьянь Дым сигаретный, круги на воде Ветер в трубе сопит Где-то за скалами родных дел Дембель мой тихо спит Дом на настройке Да вдруг на луне ближе Не для меня Эту же площадь вырубни До смерти за два дня Будь далек у нас с тобою Веселей, солдат, гляди Бьется знамя полковое Командиры 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 Не боятся Ни мороза Ни жару А в строю нельзя смеяться Вы помните Надо только Видеть грудь четвертого человека В телеке скачет Столбон крутой С крупным таким ножом Нас победить не сумеет никто Кроме спирта и жон Материальная помощь за прошлый год Не оставила в памяти след В телевизоре снова Российский народ Стал мишенью для бед и побед А на майские праздники Будет парад Я считаю, что это плюс Так чего же еще Наливай же, брат И пропой мне армейский плюс На пирсе тихо В час ночной Тебе известно лишь одной Когда коньяк, портвейн и водка Из глубины идут домой Емен, Ангола, Афганистан Штаты, мира, Вьетнам Видеть красивые эти места Жизнь подарила нам Воль, Винюс, Белиси, Бакусум, Горит Ботлик, Сухуми, Чечня В новой эпохе название своей Военный туризм для меня Мы ракетные войска Нам любая цель близка Мы стоим прочнее скал В цвете нужного носка Путь далек у нас с тобою Веселей, солдат, гляди Вьется знамя полковое Командиры в берете Командиры не боятся Ни мороза, ни жару А в строю нельзя смеяться Надо только видеть в грудь Своей жены Стоит Я уже говорил, что сентиментальный человек Как и все нормальные люди нашей Родины В прошлом году у меня ушли родители Оба мама, сначала потом папа Хотя они вместе же не жили 26 лет Но вы знаете, что мужчины Они существа нежные, ранимые Легко обижаются Это нам все подряд Почему у нас дорогая Почему у нас в спальне комары жужжат Какие комары Чьи спальни Ты че Мы вообще на 18 этаже живем Всегда комары только мертвые прилетают В кармане есть ли набрать Но не важно Да, и в прошлом году у меня ушли родители Вот И были несколько событий Которые В общем, когда мне позвонила моя Жена отца Позвонила мне Говорит, ты живой Позвонил мне в 6.30 Позвонила и говорит У тебя как дела Я говорю, да нормально Ты знаешь, что в самолет упал Я говорю Вот теперь знаю Вот И вот Как бы так Пролетел мим Дин, прилетел Как ты с прикладом рассказывал Да? Что в приклад тебе попала И пуля В Афганистане И мало не показалось Вот такая пуля мим пролетела тоже Я тоже стал вспоминать Что когда первый раз летел Я жутко боялся Оставил все документы Ценные вещи Значит Награды Часы И что еще И шнурки от ботинок На всякий случай Чтобы значит Врагу не досталось И когда возвращался Я все время Благодарил Бога Я даже не думал Что там дальше будет Завернуться бы все Выяснил Ну вы знаете Раки Они всего боятся Вот Я не зря боялся Значит Природа никуда не делась Ну а эту я хочу Песню еще раз Давайте сейчас Помолчим Пять секунд Ладно? Пять секунд Робно Спасибо За моих родителей За всех За наших Кого с нами сегодня нет Их достаточно много Да И потом Выясняется Особенно Когда Перед тобой Это рядом Все происходит Когда пуля попадает С соседним Человека Что ты В очередной раз Чувствуешь Что мы все Когда-нибудь Туда уйдем Ничего плохого Там нет Ничего хорошего Это так Природа устроена Военном Конечно Повегче Потому что У нас есть Сделай что можешь И будь что будет Вот И Вот Когда у меня С отцом Это случилось Из меня Буквально Серия стихов Вышла Сама Без Принуждения Хотите Нет Хотите Верьте Есть в мире Истина Одна Что жизнь Всегда Сильнее Смерти Как не Была Быть Смерть Сильна Позар Растут Тровой Воронки Окопов Упадут Края И жизнь Опять Светло И Звонко Вернется На Круги Своя Вернется На Круги Своя А Мянем Павшим Третьим Тостом Тихонько Звякнут Ордена И Будем Жить Светло И Просто С тобой Родная Сторона По Утро Солнышко Светит Небес Летящих Синеву И Нашим Словом Наши Дети Жизнь Эту Снова Назовут Жизнь Эту Снова Назовут Пусть Не все Вернулись С поля Боя Сдаст Зима Свои Права Весне Станет Утром Солнце Над Страною Улыбнется Мир Тебе И Мне Улыбнется Мир Тебе И Мне Тебе И Мне В Каком бы не ходил мундире Идешь с добром или с войной В Прекрасном этом нашем мире С тобой мы гости все равно Или милосердный или жестокий От той зимы до той весны милосердный в путей своих граничном сроке все перед господом равны все перед господом равны пусть не все вернулись с воля боя сдаст зима свои права весне станет утром солнце над страной улыбнется мир тебе и мне станет утром солнце надо мною улыбнется мир тебе и мне и и и и так и все так конечно есть я извиняюсь я первое деление попою то что мне хочется вот и очень хочется те песни которые как-то оставляют память во мне в самом наша история это бездонная бочка которую сколько не изучать все мало вот сейчас только начинают писать истории Великой Отечественной войны я вот это все время рассказываю что на нас на самом деле напала целая команда государств которых проживало в Европе 330 в Азии 70 то есть их всего было 400 миллионов человек которые пошли за бабками вот и а то что было до этого это вообще темный лес это вообще интересно очень все изучать нашли я хочу вас обрадовать что нашли оказывается Куликовское поле где оно было на самом деле вот потому что место где стоят памятники намоленные очень красиво и люди чувствуют себя неколепно там к сожалению никакого битвы не было 200 лет там копают нашли два наконечника стрелы и сломанное копье вот а оказывается что один мужчина сообразил что давайте сначала посмотрим а что здесь у нас было с физико-деографическими условиями выяснил что там был сплошной лес и рубиться мечами копьями чем угодно там было просто физически невозможно потому что знаете в лесу топором сильно махать не надо там как-то сложно разглокнуться и оказывается нашлось одно место где вот сюда поставь сюда нашлось место где была такая дыра была такая прямоугольник 3 километра на 800 метров шириной который выходил как раз на непряду и вот в этом месте конная дружина которая воевала за русских сразилась с конной дружиной которая воевала за мамая вот причем значит в чем было преимущество мамая в том что за него были профессиональные монгольские воины которые учились стрелять с 4 лет ну как только человек начинает ходить он начинает стрелять из лука то есть они стрелялили на скаку во все стороны и попадали с 10 стрел 10 вот и там человек нашел буквально это было несколько лет назад нашел и там были раздолбанные в пыль буквально шлемы несколько шлемов несколько копий несколько мечей почему раздолбанные в пыль потому что железо в то время было по цене примерно как золото и когда заканчивалась схватка какая-то победители забирали все что можно было забрать целое потом приходило население которое жило ну по нашим меркам ну очень небогато и добирало все остальное потому что из одной наконечнике стрела можно было сделать булавку иголку рыболовный крючок и так далее и так далее вот а тут нашли такой огромной территории и там не было никаких там 100 тысяч монголов значит а там было что-то несколько десять там в лучшем случае несколько там было 10-15 тысяч человек в сумме с обеих сторон вот и но дело не в этом дело в том что вот это наше российское состояние когда у нас кто-то нами управляет и тут вдруг внезапно оказывается что давайте сами вот вы же знаете что гораздо легче вот я прихожу домой и попадаю сразу в империю тоталитарную страну которая называется Катина как Катина государство как я совершенно добровольно попадаю в это рабство отдаюсь потому что меня там накормят напоят скажут хорошие слова обо мне вот не могут надо мной издеваться сильно не ну конечно если я посуду не помою у каждого человека есть свое хобби я люблю посуду не помою надо мной будет смеяться больше быть некому дома где взять посудомоечную машину в загсе извините я не туда пошел и мне очень и у каждого человека есть свое хобби у меня хобби это читать книжки ну в общем как у вас все извините как у все нормальные советские люди читают всю жизнь вот и вот об этом Куликовской битве нашествии и когда меня пригласили на этот фестиваль который проходит последние выходные мая каждого года на Куликовском я был жутко рад и из меня сама выскочила песня ну знаете что бог есть на самом деле если делать все правильно по божьим законам то тебе начинать вести вот как сегодня например мы с Мишей пришли вдвоем сидим вдвоем думаю сейчас будет концерт трансляция прямая трансляция прямой эфир а потом раз Дима пришел потом раз еще кто-то потом Ира пришла потом мне принесли чай и вообще жизнь наладилась понимаете а почему потому что не надо просто радоваться жизни Миша не пиши всю эту ерунду я в радости сейчас говорю что вы пришли и вот Куликовское поле ребят я вам советую съездить туда на этот фестиваль хотя бы не потому что песни слушать а там такое место фантастическое там у всех перестают ноги болеть у всех себя чувствуют хорошо там вот река Непрядово маленькая такая чистая трава и река дом рядом поле лесочек монастырь великолепный то есть такой вот ты чувствуешь себя кусочком вечности и вот песня была написана когда начались события в Домхраине и вот это все вместе одно наложилось на второе на третье на четверть на пятый и вот какое здесь высокое небо какие здесь огромные звезды и запахи полыни и хлеба и птицами пронизанный воздух и тишина в течении непрятый меж пальцев пробегая журчит за взрывы за взрывы мины бомбы и снаряды за все за наши громы молчит поле куликова куликова поле осиянным словом обретенной волей это наша доля биться до конца в поле куликовом звание бойца звание бойца а впереди меня поджидает все то что уж не раз с нами было стоит и ухмыляется злая безжалостная черная сила от берегов заморских далеких через моих сородичей шлях опять идет навстречу жестокий и умный безжалостный враг поле куликова куликова поле нам с тобою снова воля или неволя снова душу в латвии твердые одеть снова быть солдатом как отец и дед как отец и дед а мы с тобой вместе товарищ обнимем нашей родины ветер и ты неразожженных пожаришь аккордами мажорными встретим чтоб дальше не катиться пожару не спрашивая как и почем ты станешь строй своей гитарой как прошел стал когда-то свечом поле куликова куликова поле певца и певца и певца Куликово поле У нас было примерно С объединенной Европой Когда мы воевали Вторую мировую войну У нас примерно было И никто их не считал Было примерно 2 миллиона человек Которые воевали с той стороны Против своей собственной державы Наших И большинство были русские из них Вот А тем более сегодня Когда Главная война Не на поле боя Главная война Если наше любимое руководство Будет совести адекватно То есть население Количество населения Которые каждый год уезжают Из страны уменьшится Потому что каждый год уезжает миллион Из нашей великой родины Причем уезжают лучшие люди Я проводил день рождения Героя России От летчику-испытателя вертолетов Ему прислали два его друга Вопускника училища Поздравление из города Лос-Анджелеса Они там сейчас живут Вот так Учат американцев летать На американских вертолетах Дим Вот И все у них Хорошо, красиво Мягко и пушист Вот Ну Дорогие друзья Поскольку я родился Так же, как и вы В СССР Вот И испытывал жуткую ностальдию По этой замечательной стране По ее октябрянским отрядам По пионерским дружинам По комсомольским Нашим замечательным слетам Вот И по всем остальным Атрибутам нормальной жизни Вот Когда особенно началась Перестройка Я все думал Неужели я так плохо жил Пытался вспомнить Что-нибудь ужасное И не мог Да Как по-моему Большинство населения Вот И вот Вот эти чувства Они как-то Овладели моей несчастной Слабой душой Я поэтому Целой диск Служу Советскому Союзу Поэтому Перед тем Как начать Следующую страничку Посвященную Значит Спецназовцам Нашим замечательным Я хочу спеть Ностальгическую песню Причем Вы же знаете Да Товарищи Мы здесь все свои Что Самая Главная задача Советского Союза Была защита И поэтому Конечно Военные Которые служили По-настоящему Они зарплату получали Нормальную Когда я Летехой служил Да Начал Платили 250 рублей А друзья мои Здесь в Москве Получали 120 И когда мы ходили В пиццерию То я на 3 рубля Обугощал всех Девчонок И всех мальчишек И мне жутко завидовали За гражданские штафетки Что я такой богатый Бесчедрый Вот И это правильно И сейчас опять Все к этому вернулось Я когда 40 рублей Ступеньки получал Я тоже ходил Ну Видишь Ты Ты умел Совладать С душевными порывами То есть тебе Хватало 40 рублей А к сожалению Немногим людям Накрохватало А мне потом 50 не стало Хватывать Да Мы были гордостью страны Мы были силой И надеждой Рождение и смерти Вмежду Мы были родиной Должны В секунды Лучшие судьбы Любой тоски Сносила шлюзы Сигналом боевой Сигналом боевой трубы Служу Советскому Союзу Афганская медаль отца Из Сталинградский орден деда Сквозь беды Все и все победы Вели по жизни до конца Пусть пел порою Замполит Немножко слаще Чем каруза Хотели мы И мы могли Служить Советскому Союзу Эту жизнь Ни деньгами Мы мерили Утром Вечером Днем Или ночью Мы гордимся Надеемся Верим Мы себя Этой фразой Уточим Я был Герой Большой страны Где были Сестры Все И братья В труде Где были Все равны По жизни Правильным Понятиям Где если Ни дурак Ни трус Ты мог забить В любую лузу Я вам скажу Я не боюсь Служу Советскому Союзу Мы входили Или в окна Или в двери Утром Вечером Днем Или ночью Мы гордимся Надеемся Верим Мы себя Этой славою Уточим Мы гордимся Надеемся Верим Мы себя Этой славою Уточим Пусть Подшествуется Грусть Что все Порой Так Бестолково Но помним Брат мы Наизусть Слова Сергея Михалкова Что Начиналась Наша Жизнь От головы А не От пуза Служил Товарищ Так Служи Служи Советскому Союзу Мы принимаем Этот бой И открывать Не станем Шлюзы Эй ты Ковбой Или Блейбой А я служу Советскому Союзу Служу Советскому Союзу Не очень громко Не очень громко Вот эта песня Родилась Когда человеку Что-то сделал Хорошее Напрягался Мучился Потом тебе Раз Начинник Молодец Построили Все И говорит Лейтенант Калентин Мы идти И строим Отличное Проведение Парка Хозяйственного Дня Объявляю Вам Благодарность И я То есть Понимаете Когда Собаку Кормят Ей что-то Говорят Потом Ее уже Не кормят Что-то Говорят И ей Все равно Хорошо Становится У нас У всех Кто Служил Советскому Союзу Это Такое Волшебное Заклинание Когда Василий Иванович Патронов Нет Петька Ты же Комсомолец И пулемет Засточил Снова Да Вот Вы знаете Ну Сейчас Я хочу Сейчас Я хочу Немножко Обратиться К нашей Прекрасной Истории Конкретно К эпохе Которая Через Наше Поколение Прошла Вообще На всякий случай Я напомню Вы все это И так знаете В общем-то После 9 мая 45-го года Мировой истории Ни одного дня Не было Что где-то На земле Нешли войны Во всех этих войнах Участвовали наши Наши участвовали На русском языке Говорят Вот И не потому Что мы такие Воинственные А потому что Просто у нас Страна большая Поэтому наши Интересы Они Лежат Везде 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 Вот И А в Афганской войне Было очень много Написано И к сожалению Сейчас я ездил В Пермь Выходим В школу Выходим Выходит Глава местной Думы В Пермской И начинает Говорить Что это была Кровавая бойня В которой Мы залили Кровью Весь мир Я стою Тугой Господи И после него Я выхожу И говорю Что Дорогие дети Вы должны Знать Что мы потеряли За 10 лет 15141 Солдата Офицера А наши Братья Пиндосы Соединенные Штаты Америки В Вьетнаме Потеряли 58 235 58 тысяч 235 человек В 4 раза больше Но они Почему-то Не называют Это Так как Мы себя Собственно Называем Мы потеряли 333 вертолета И 102 Самолета За 10 лет Американцы Потеряли 4500 Самолетов И 5500 Ветолета Конечно Каждый Убитый Человек Это ужасно Но Никакая Это не пойня Вот А это Жизнь Жизнь И то Что сейчас Происходит Доказывает Что Наверное Мы были Правы А вообще Афганистан Это Удивительная Страна Которая Там Все через нее Проходили Александр Матидонский Тимуры Чингисханы Воевали 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 И Удивительные вещи Совершенно Вот я купил В 2005 году Книжку Где Председатель Клуба путешественников России Антон Кротов Автостопом Проехал через Афганистан Вдвоем Без оружия Руку Поднимали Голосовали Их сажали На бурбухайку И ехали дальше Они доезжали До большого города Выходили на центральный Рынок Вдвоем А второй Вез с собой Гитару Они садились Там И этот Начинал Петь песни Машина Времени Вокруг Сыгралась Столпа Человек 200 И они Прописку Себе искали Где переночевать До следующего дня И вот так Они проехали Через Афганистан То есть Это такая Знаете Восточная Страна Которую Наверное Нам понять До конца Не дано Собственно говоря Да Нам самих До конца Не дано Понять И В общем Афган Смотрит На нас Оттуда Через Гогуб Нагар Черным Зрачком Верблюда Афган Кто ты Беда Победа Слава Или Перегар Крови Немало Отведал Афган Делали То Что Должно Били Везде Врага Ветром Сдувало Кожу Афган Я Молодой Горячий В кирзовых Сапогах Любит Меня Удача Афган Над Прошедшую Эпохою Светит Бешеное Солнце В Мерседесах Твои Войны В Дорогущих Пиджаках Хорошо Или Плохо Все Лет Пойдет Пойдет Все, что надо, мы построили, пусть Афган не обижается, мы ж хотели лучше как, мы ж хотели лучше как, мы ж хотели лучше как. АПЛОДИСМЕНТЫ Это было достаточно давно, к вашему юбилею, 173-й отряда спецназа ГРО, 22-я бригада Аксайская. А позапрошлым году было 65 лет спецназа и ко мне обратилась какая-то женщина по моей, собственно, инициативе. И говорит, что у вас есть? Я ей написал штук 20 песен всяких разных. И в конце концов оставили три, из которых я сделал, поскольку, сами понимаете, выступать в Театре Российской Армии, где зал на 6000 человек, и где будут сидеть все наши спецназовцы. Очень ответственно. И не хотелось, чтобы это жиденько произошло, хотелось, чтобы это тверденько было. Поэтому я сделал видеоклип полностью. То есть я пошел на студию, записал там две гитары, три голоса и так далее, и так далее. И сейчас это чудовище я вывалю на ваши несчастные головы, товарищи. Это называется песня. Значит, песня посвящения нашему спецназу. Вот, сделано, хочу сказать сразу, что сделано на базе, значит, настоящих фотографий, которые были, которых мне предоставили мои боевые товарищи. Вот, ага, все, я все нашел. Сейчас, извините. Я сразу говорю, что это полная фанера будет, но по-другому просто она не воспринимается, потому что там видеоряд подточен под музыку. Вот что меня поразило, когда я первый раз смотрел это Козлевич, я фотографии пересматривал. Но ни одной фотографии нету, там, где вот результаты, значит, никаких нету там людей, которые стоят сапогами на мертвых душманов, там, никакого издевательства над противником, просто вот стоят люди в форме. Рядом лежит куча техники, которую они только сейчас захватили. И все это очень сдержанно, очень достойно, очень так, как-то, по-человечески. Вот. Что мне просто очень поразило. Смотрите, вот опять, нет, не получилось. Вот. Я пистолом, кстати. Здесь, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подарено недаром название для нас, Звенящий злым ударом короткая спецназ. В жару, туман и ночи в любых земли краях, Что для людей, для прочих, за гранием бытия. Где смерть гуляет рядом, походкой, жизнь стеной, Где надо, 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 без если и без но. Где за клубами пыли, озерами огня, И без планетных крылья, и без толку броня, Не за деньги и не за награды. А за веру, что в сердце у нас Будет сделано все так, как надо, Если делает это вслед с нас. Понятия приказа до капельки впитать, Поможет силой разум дойти и отыскать, Невидимым другими и взять и удержать, И пальцами тугими артерии зажать, Сдержать рукою властной углотки их клинок, Пока не станет ясно, что наш финал кино, И наши, только наши, конечно, победят. И загрохочет маршем по площади парад, Пусть же солнце над рёдиной светит. Сохранит это солнце для вас Неизбежный, как утренний ветер Наш проверенный в деле спецназ, Наш проверенный русский спецназ, Наш прославленный русский спецназ. Это автоматически завела следующая песня. Ну, дорогие друзья, ещё одна песня, Которую я хочу вас помочь, Видеорядом, потому что ещё один момент, Который мне очень нравится, Это когда... Когда удаётся передать без пафосов, Без таких вот статичных поз, Сам процесс того, что происходит в это время, Потому что работа военного, Это надо вовремя всё сделать И остаться живым, желательно, самому. И выполнить боевую задачу. А как, чего, как это всё происходит, Сколько не готовься, Всё равно будет происходить вот как-то так, Не так, как ты хотел. Я правильно говорю, да? Потому что даже если ты одно и то же делаешь, Что сто раз всё равно в боевых условиях Это будет всё происходить по-разному, И то, что ты достиг этого результата... Вообще нормальный командир, Он обычно выслушивает приказ своего командования, Говорит, есть, А потом делает всё по-своему. Вот. И по принципу, Живых победителей не судят. Хотя, к сожалению, Бывают варианты, Когда у них бывают шероховатости в жизни. Вот. И вот, конечно, Я это тоже, в общем-то, Люблю очень рассказывать, Про то, что Нашей жизни, Нашей стране есть хорошего, дорогие взял, Чтобы вы знали, да? Самый лучший вертолёт в мире, Это наш вертолёт Ми-8. Он же вертолёт Ми-17. Сделан он тиражом 60 тысяч экземпляров. 30 тысяч в стране, И 30 тысяч за её пределами. Сделан Китай, Польша, И так далее, и так далее. Вот. И его продолжают сейчас серийно производить. Он называется Ми-117. Сейчас у него другой двигатель, Другая авионика, И так далее, и так далее. Но, И доказательство, Качество этой машины Является, например, то, Что два года назад Министерство обороны США Закупило 24 вертолёта Для своих вооружённых сил В Афганистан. Хотя, Экономика США, Их авиация, Это отдельный разговор. И у них есть много Замечательных машин. Но, Как сказали министерства обороны, Я читал об этом статью Большую, Что им сказали, Вы что, с ума сошли? Военным. Говорят, Вы что, с ума сошли? Это же русский вертолёт. Вы нам тут... Это уже во время санкций Происходило. Это когда была война На Украине уже началась. На что им Министерство обороны Сказало. Потому что, знаете, Люди прагматичные. Они говорят, Знаете, идите в обаню Со своей политикой. Нам нужно вывозить раненых С высоты 4000 метров. Куда ваши вертолёты Просто не долетают. Потому что у них Статический потолок Туда боеприпасы И оружие. То же самое. Мы не можем Возить их на вертолётах, Которые нужно Регулярно проводить Регламентные работы. И вообще они не предназначены Для этих температурно-влажностных Режимов Плюс 50, минус 20. Когда пыль, Крязь, камни. Вот летают вот это... Поэтому, пожалуйста, Давайте договоримся, Сказали американские военные С вами политикам. Вы забудьте, Что это русский вертолёт. Уже. И вот как-то так. Ну, да. И вот. А у меня ещё в группе Служил авиационный техник Генка, Который работал На вертолёте МИ-24. У которого У техников Была Самая распространённая травма. Это когда он В наушнике одевает. Проводит регламентные работы На боевой машине. Включает двигатель. И он ничего не слышит. Он Ему, короче, Он ходит, ходит. Он отступает, отступает, отступает. А потом ему с одним винтом Просто башку сносит, значит. Ну, такая вот. Хотя это, конечно, Ничего хорошего в этом нет. Да. Но, в общем, Да. Как, в общем-то, везде Есть свои какие-то Неуловимые особенности. Сейчас я Поэтому сейчас Поставлю клип Про вертолёт И спою песню, Которую мне нравится петь. Вот. Потому что Удалось Соединить Одно с другим И встретить. Два года назад Нас попросили Меня попросила Администрация района Биберева Которую называют хунты Потому что там в администрации Все военные И глава района Биберева Подполковник ВДВ То есть там нет гражданских Но все бывшие военные И имеются в виду Поэтому хунты называют Черные полковники Вот. Они меня попросили Сделать программу Посвященную выводу Войск Азабханистана Я долго не думал Я взял самые лучшие стихи Взял несколько своих боевых товарищей Они дали денег Я купил для них афганку Все жители там ходят в форме, да? Товарищи Поэта Ронис Владимир Городзейский Вам сейчас почитаю Сейчас я здесь немножко еще попою Потом вы нормально послушайте стихи А потом еще Дмитрий Юрков спою Вот. Да. Так вот И я вот это все подготовил Значит Чтобы было красиво все Я еще знаете Как бы Исповедую такую теорию Что вот внешность исполнителя Она не является чем-то хорошим И запоминающимся Поэтому мне кажется Лучше чтобы вы смотрели Не на мою толстую морду А на прекрасные картинки Которые на этом экране И тогда будет как-то вот Да. Понимаете, да? Мне еще непонятно Вот. Постоянно я смотрю Вот в городе висят Афиши Каких-то совершенно незнакомых Обни людей И там его лицо Я пытаюсь Я пытаюсь Честно, я пытаюсь Найти что-нибудь притягательное Но не могу Я думаю Решать сразу для себя Что вот на этого человека Я точно на концерт не пойду Потому что Ну два глаза Ну уши Ну постриженным вроде бы Да Ну что Пусть мне объяснят Почему нужно свое лицо показывать Ведь все нормальные ансамбли Типа Пик Флойд И так далее Они Какие-то образы Чтобы людям было интересно Крокодил Ми-24 А наш пятнистый крокодил В такое место угодил Откуда можно очень редко Выйти целым И слева варить до шика И ручка прыгает в руках И через пыль не видно Ничего в прицеле А наш ведомый вот чудак Он все летает кое-как Все надавит Зали из-под наших Нуров трассы А там внизу мота стрелки Им долго думать не с руки Опять забыли Позырные Папуасы А тут откуда не возьмись Летит граната сверху вниз Лупили духи Очень грамотно Сверху шты И если капельку точнее Не жить бы здесь тебе и мне Пришел конец бы Нашей доблестной вертушке Но слава богу пронесло Мы помахали им крылом А ну давай в ответ Стабло из блока норов Вы извиняйте нас, друзья Нам не ответить вам нельзя Наш экипаж Высокой воинской культуры Вертолет огневого прикрытия Чистит землю надежно От духов Вы нам только Дымами и трассером Обозначьте Где зад, где вперед Обеспечить сплошное накрытие После нас будет тихо и сухо Ну а что там случайно останется Пусть пехота потом подотрет А там внизу проснулись вдруг Кричит наушник Слышишь, друг? Скорее становитесь в круг А то здесь опа Левее 200 дышиха Вы им подбросьте огонька Покуда он нам полполка не перехлопал Ох ты, родная мазута Мой оператор-музыкант Сейчас играет в две руки Он духом месу Мы как настроенный рояль Снимаем с клавиши вуаль И отстаем родной пехоты интересы Вертолет огневого прикрытия Коммунальная наша квартира Лучше бросить красивую девушку Чем в пою обороты винта Обеспечить сплошное накрытие Наш летучий Т-34 Жаль обшивка в делах героических Не во всех сохранится местах А мы, заходя номер раз Влупили духом между глаз И дыши кайк стал простым железным ломом Потом, заходя номер два Срубили каменный дувал Откуда бил по нам какой-то местный клоун Потом, заходя номер три Я им из пушки наварил И побежали упыри Куда-то бриться А мы на следующий заход А тут землят бой дает И обещает море огненное Водиться и вертолет Огневого прикрытия Он подобен настроенной леве Партитуру с листа незнакомую Отыграли красиво в шеструк Из любой передряги нас вытянет Наш любимый Ми-24 Боевой, настоящий, проверенный Наш любимый, уверенный друг А добрый техник наш Кузьмич Он произнес красивый спич Что мы опять всю ночь мне штопать дырки вложили Прости, Кузьмич, прости, родной Империализм всему виной Мы бросим, мы звеним разом Алюминиевые чашели Потом примчался БТР Мотострелковый офицер Нас обнимал и много наливал из фуражки Чего слова-то говорить Ты вертолет благодари Ты приложи, браток, ладонь к своей фуражке Вертолет огневого прикрытия Он подобен настроенной леве Партитуру с листа незнакомую Отыграли красиво в шеструк Из любой передряги нас вытянет Наш любимый МИ-24 Боевой, настоящий, правильный Наш любимый, единственный друг Наш любимый, единственный друг Наш любимый, друг Собственно, первое отделение я практически уже все время израсходовал Сейчас я пою еще две песни И вы наконец-то сможете послушать нормальные стихи И нормальную музыку В исполнении моих друзей, которые меня поддержали По непонятным причинам Один из них приехал, дорогие друзья Привез свою несчастную семью из города Нарафаминска Похлопайте ему, пожалуйста А второй привез тоже свою несчастную семью из Колумбской области Как называется? Я не могу Из-под Батукина, дорогие друзья Это Москва Да, да, это Москва Но это в таком месте, которое на букву «Зю» называется Это Москва Вот Сейчас я плавно перейти к следующему Ну, наверное, я закончу отделение Двумя песенками Свою часть отделения Я закончу Нет, это не надо Это душманы Это тоже не надо Плохо Вот это пусть будет на экране Возвращаясь со своей любимой работы Холодным осенним вечером Громко очень, да? Сейчас две песни, перерыв будет Чего-чего? Покурить? Прохобарик Прохобарик, да Дорогие друзья Ну, я служил в интересном месте Мы все служили в этих интересных местах В смысле, в действительно интересном месте Вот И у нас там была У начальников была такая хобби Они целый день ходили Обсуждали что-нибудь А потом к концу дня Как правило, часам к шести Когда нужно домой идти Они принимали какие-то геополитические решения И без двух часов Без двух минут шесть Вызывали какого-нибудь начальника Поменьше к себе И ставили им боевую задачу Что к семи утра должно быть сделано это Это, это, еще и это Ну, в общем, мы пошли А вы тут работаете После этого, значит Одному посылали лейтенанта Разводить спирт Второго посылали лейтенанта В магазин за хлебом Третий лейтенант Начинал открывать Итальянскую тушенку Монтана Нам выдавали паек Тушенка Монтана Такие черные банки здоровые По восемь банок нам выдавали в месяц Потом по телевизору показали сюжет Где сказали, что Цароденности в этой тушенке В шесть раз больше, чем надо И стали выдавать по две банки После этого Вот Ну и там В общем, мы ночью там Что-то делали И всю эту ночь Приходил начальник Бодрый, как огурец Застегнутый Дело пахло свежим одеколоном И тут его встречала Такая партизанская отряд Значит На ком-то был галстук На ком-то нет Со свежим запахом спирта Тушенки Монтана Ему приносили, значит Кучу бумаги Он сразу же открывал И говорил Ну, что У вас в первые предложения Четыре ошибки А снизу уже гудит Би-би-би Стоит товарищ нашего начальника И пишет Петрович, Петрович Давай быстрее Там этот самый ждет Ладно, не буду Короче Возвращался я вечером домой Видел замечательную картину Иду я по дорожке Передо мной большой красивый дом И я вижу, как с девятого этажа Какой-то мужчина бросает хабарик Вот так, щелчком И он так летит Вот так, описывает концентрические круги Падает на землю На асфальте Разбивается на тысячу мелких хабариков Я иду И у меня никаких мыслей в голове совершенно нет Кроме одной Интересно, с космоса видно, как этот хабарик летит? Ну и сами понимаете Как писал как будто классик Из какой-нибудь ерунды рождается Родился такой блюз Блюз о гео-стратегическом равновесии Системах национальной мониторинга И о хабарике, который летит Северным Чертаново С девятого этажа Это окурок Окурок, извините Окурок Ну там он называют Ну так у нас термин Летит хабарик Ой, извините, сейчас надо его Надо его, чтобы было круто Какой взрослый Летит хабарик с высоты В полете тихо догорая И вот за ним засед в кусты Шпион китайский наблюдает Или одурманенный вином И обалдевший в мягком кресле Его заметил астроном И зафиксировал в реестре Или залетевший от луны Засек его фоторазвечий А снизу с нашей стороны Дежурный видит комитетчик И уточнивший день и год Баллистик разных компонентов Они фиксируют полет Своих отчетных документов И не клади им палец в рот И каждый вроде бы при деле А после старший их прочтет Чего они там наглядели В прививе важности поста Скрывая внутреннюю радость По телефону или так О нем доложит куда надо А там где надо суть и вняв В погонах кто-то полноватый Начнет суровый вид приняв Пугать советы и сенаты А те народная рука В военном смысле идиоты На нужды местных ВПК Про деньги нищих и сироток И будет мор, и будет глад И неустойчивость позиций И время побежит назад И страшный ужас разразится И затрещит бюджетный год Пустой рассохшуюся каткой И будет требовать народ Тоталитарного порядка Кошмар, вам не страшно? Нет Финал Товарищ, выйдя на балкон В зубах с зажженной сигаретой Что виден ты со всех сторон Не забывай Не забывай Не забывай Прошу при этом Не забывай Прошу про это